Мы бы хотели поделиться нашим опытом принципов кровоизбережения при родоразрешении пациенток с аномальными плацентацией. На данном слайде видно, что удельный вес предлежания плаценты в структуре операции кесово-сечения в нашем центре растет. 13-й год, 7 месяцев, это 8,8% от всех оперативных родоразрешений. Кровосберегающим технологиям, которые мы применяем у нас в областном перинатальном центре, это в первую очередь оптимизация хирургической тактики. На первом месте это управляем баллон-тампонада, перевязка маточных сосудов, компрессионную швы на матку, перевязка внутренних подвздошной артерии и гистеректомия, как конечный этап борьбы с кровотечением. В областном перинатальном центре применение управляем баллон-тампонада включено в качестве обязательного этапа родоразрешения пациенток с предлежанием плаценты. Частота интероперационного применения управляем баллон-тампонадой при кесарном сечении с каждым годом возрастает. Мы начали применять с осени 2011 года и по данным за 7 месяцев 2013 года 24,75% это 321 пациентка, которым мы применяем, управляем баллон-тампонадой, либо с целью профилактики, либо с лечением кровотечения. Вот особенности кровоснабжения матки. Яков Григорьевич уже останавливался на этом, я просто хотел бы вам показать, что два сектора есть С1 и С2, они кровоснабжаются из разных сосудистых бассейнов, и все сосуды, питающие сектор С2, находятся за брюшина, и отсюда появился наш интерес к влаголичному модулю, который мы применили в 14 случаях. Мы заметили, что при нижнесегментном маточном кровотечении, который как раз возникает у пациенток, которых мы оперируем по поводу принадлежания плаценты, перевязка маточных сосудов и компрессионные швы не очень эффективны. Вот наш опыт применения так называемой системы Pelvic Vasa Press, влаголичный модуль. С 2012 по 2013 год проведено 14 случаев абдоминального рода решения пациенток с применением этой системы в сочетании с управляемой баллонной тампонадой. Характеристика групп, возраст был порядка, это молодые пациентки, 31 год, срок рода решения 37-38 недель, мы не допускали экстренности у данных пациенток. У 78 пациенток осложненный был анамнез с абортами, у 21% пациенток был рубец на матке, в 42-х 2 и более рубцов. Типы предлежаний тоже видно на этой схеме, мы пользуемся классификацией, представленной нам в национальном руководстве, это низкое полное и неполное предлежание, отошли от понятия центральное, предлежание совсем, это наиболее для нас понятно. Нарушения гемостаза также были у этих пациенток, это 42%, анемии первой степени, анемии второй степени, которые потребовали коррекции на предоперационном этапе, из-за кушерских осложнений, многоводия и крупный плод. Во всех случаях баллон был установлен, я говорю про влагалищный модуль, в предоперационном периоде на операционном столе было создано давление до этапа попытки отделения плаценты 60-70 мм ртутного столба, а уже после отделения ассистент это давление повышал до 120-130 мм ртутного столба. Профилактика кровотечения у этих пациенток также проводилась, 100% случаев это был окситоцин 5 единиц миометрий, в двух случаях потребовалось ректальное введение мезопростола 800 мкг, а перевязка маточных сосудов, внутренних воздушных артерий и применение компрессионных швов не проводилось. Вот клинический случай, пациентка 33 лет, она поступила к нам в перинатальный центр для подготовки к родоразрешению, в сроке беременности 35-36 недель, в анамнезе имела 3 медицинских аборта, 2 оперативных родоразрешения, способ операции кесарево-сечения с гемотрансфузией, а при данной беременности было выявлено полное предлежание плаценты с узиопризнаками врастания в область нижнего сегмента и в проекцию рубца на матку. Достаточно серьезный этап предоперационной подготовки, это коррекция аномии, заготовка крови, пациентка была опасна в рецепиентах, проведение нормоволимической гемодилюции, готовность аппарата LCL-Север, в операционной присутствовал сосудистый хирург. Родоразрешение было в сроке 37 недель, предоперационно был установлен влагалищный модуль, до этапа извлечения было создано давление 60-70 мм ртутного столба, уже интероперационно по передней стенке был выявлен участок врастания в проекции рубца на матке, я покажу фотографии в последующем. Проведено корпоральное кесарево-сечение, извлечен плод за ножки, создано давление во влагалищном модуле 120-130 мм ртутного столба, на этом фоне достаточно сухо и спокойно был иссечен участок врастания в проекции рубца на матке, проведена метропластика и проведена управляемая баллонная тампонада. Вот этапы родоразрешения, видно предоперационный этап, введение модуля во влагалище, создание давления порядка 60-70 мм ртутного столба, проведение этапа иссечения нижнего маточного сегмента с участком вросшей плаценты, введение катетера в полость матки и проведение метропластики. Картинка здесь достаточно наглядная, видно ультразвуковой контроль положения баллона в полости матки и влагалищного модуля. Вот здесь как раз на этой картинке четко видно тот принцип, о котором говорил Яков Григорьевич, если баллон в полости матки выполняет роль давящей повязки, то баллон, который находится во влагалище, выполняет роль жгута. Между ними находится стенка матки, нижний маточный сегмент, который нас интересует, это профилактика нижнесегментного маточного кровотечения. Общая кровопотеря в этой пациентке составила 900 мл, гемотрансфузия и перевязка судов не была проведена. Таким образом, на примере этих 14 пациенток можно сделать вывод, что применение влагалищного модуля в сочетании с управляемым баллонным тампонатом, эта двухмодульная система позволяет в ряде случаев отказаться от проведения перевязки маточных сосудов и наложения компрессионных швов. Спасибо. 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 Спасибо.